Привет, вы на канале девайс и сегодня у нас видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X и она же версии OC. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Если посмотреть на характеристики, то разницы в объеме памяти и ее типе нет. 8 гигабайт GDDR6. А вот частота ядра имеет небольшие отличия. В обычной версии 1725 МГц, а в версии OC 1755 МГц. Интерфейс памяти 256 бит в обоих случаях, как и CUDA ядер 5888 будет одинаковым для этих версий. Плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. Используя графический процессор с микроархитектурой NVIDIA Ampere, представляющий второе поколение чипов GeForce RTX, видеокарта готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. NVIDIA DLSS – сглаживание с алгоритмами глубокого обучения – это революционная технология рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокарте тензорных ядер, специально предназначенных для обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Данная технология обеспечивает высокую производительность, позволяющую выкрутить настройки графики и разрешение на максимум. Внешний вид и размер видеокарты не имеет отличий. Размер карты по высоте 12 см, длина 23 см, ширина 2,7 слота. На видеокарте присутствуют разъемы трех дисплейпортов и одного HDMI. Обе версии требуют дополнительного питания 8 плюс 8 пин. Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с двумя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку. Отмеченная наградами конструкция MSI Torax Fan 3.0 сохраняет свои лучшие качества. Вентиляторы Torax 3.0 наделены лопастями двух типов – дисперсионными и традиционными. которые ускоряют и направляют поток воздуха в радиатор. Сделанные с высокой точностью тепловые трубки квадратной формы максимально увеличивают площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределяют тепло по всей длине радиатора, создавая оптимальное охлаждение. Большое количество термопрокладок позволяет различным компонентам платы передавать тепло непосредственно радиатору для лучшего охлаждения. Backplate с матовой отделкой усиливает карту, а также увеличивает ее длину. Эксклюзивное приложение Dragon Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры продуктов MSI в режиме реального времени. Чтобы выжать максимум из своего нового устройства, вам достаточно будет сделать лишь несколько щелчков мышкой. MSI AutoBurner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. Утилита полностью бесплатна и совместима с большинством видеокарт других марок. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Шумная при нагрузке. Два коннектора по 8 пин. Завышенная цена. Плохая упаковка из дешевого картона. Плохая система охлаждения. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Нереально мощная. Неплохой дизайн. Компактные размеры. Дешевле других вариантов. Вентиляторы Torx 3.0 останавливаются в простое. Фирменная программа MSI Dragon Center для настройки и разгона. Отлично разгоняется. В играх работает на уровне 2080 Ti. Потребление до 220 Вт. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok